Всем привет! С вами магазин Мир Автокресел, меня зовут Никита и сегодня у нас на обзоре отличный складной компактный велосипед от испанского бренда Petuso, модель называется Livi. Велосипед рассчитан для детей от полутора где-то до пяти лет, соответственно по весу всего 6,9 килограмм, ну и опять-таки очень компактное складывание. Стоит также отметить интересный функционал велосипеда, а это собственно поворот самого посадочного места лицом к родителям, но к этому мы сейчас подойдем. Велосипед рассчитан, как я уже говорил, от полутора лет. Для маленьких детей здесь предусмотрен бампер, который обеспечивает дополнительную безопасность и также есть внутри трехточечные ремни, чтобы вы могли ребенка пристегнуть и не переживать за него, что он может у вас забежать из велосипеда или нечаянно куда-то выпасть. Собственно, велосипед очень легко трансформируется для детей постарше. Можно снять и бампер, и внутренние трехточечные ремни. Также, что касается педалей. Педали сейчас находятся в положении, опять-таки, для самого маленького, они в таком статичном положении. В таком положении ребенок педали не крутит. Вы управляете полностью процессом. Можно создать такую для ребенка иллюзию, что он сам рулит велосипедом. Можно разблокировать руль, он будет поворачиваться. При этом процессом все равно будете вы сами контролировать. Для детей постарше можно снять бампер. Это делается достаточно просто. Здесь есть два фиксатора. Убираете слева, убираете справа. Также можно переставить педали, если ребенок уже понимает, как это делается и самостоятельно готов ездить. Педали вставляются в паз до конца, чтобы колесо прокручивалось. С другой стороны делаем точно так же. Очень важно попасть в паз. Тогда обе педали будут крутиться одновременно и не будет свободного хода. Также можно снять капор. Капор снимается достаточно просто. Есть две кнопочки, но кнопочки будут достаточно плотные, поэтому придется некоторое усилие приложить, чтобы их снять. Снимаете кнопочку слева, кнопочку справа. Что хочется отметить в процессе разборки велосипеда, что все конструкции выполнены очень надежно и нужно очень постараться, чтобы что-то в нем сломать, потому что конструкция действительно все очень хорошо подогнана, очень плотно сидит, нет нигде никаких лишних люфтов. Собственно, итак, у нас уже вот с вами нет капора, нет бампера. Осталось снять только внутренние ремни и вместе с внутренними ремнями мы можем с вами снять вот эту спинку и, соответственно, сделать такой уже велосипед для максимально постарше, то есть уже для трех-пятилетних детей. Спинка снимается достаточно просто. Давайте с вами тоже ручку снимем, она уже детям постарше не потребуется. Спинка, как я уже и говорил, снимается достаточно просто. Вот здесь у вас есть фиксатор спинки сзади, вот он. Переводите его в горизонтальное положение, спинку немножко откидываете и поворачиваете само сидение. Механизм поворота находится вот здесь. Нажимаете, поворачиваете. Соответственно, каким образом будет сниматься ремешок? Ремешок снимается с помощью фиксатора вот здесь. Его нужно немножко вытащить, вытащить из паза и просто выдернуть сами ремни. Сейчас мы с вами попробуем все это быстро сделать. Раз и два. Все, готово, ремень снят. Дальше нужно лишь отстегнуть спинку. Спинка отстегивается также просто, как и все остальные элементы. Здесь вот маленькая кнопочка, подтянули, все снимается. И в итоге у вас получается вот такая вот конструкция уже для ребенка постарше, когда самостоятельно может уже управляться с велосипедом. При этом также можно все компактно сложить. Давайте все элементы вернем обратно, посмотрим, соответственно, как он будет складываться со всеми элементами, потому что в таком состоянии его сложить достаточно просто. А вот когда все поставлено, когда он в формате для ребенка маленького, тогда уже нужно определенную последовательность выдерживать, чтобы все у вас правильно складывалось, чтобы все было достаточно компактно. Если вы вооружитесь какой-нибудь отверточкой или ножницами, все это будет сделать гораздо проще и быстрее. Я вот, к сожалению, не очень хорошо подготовился. У меня, конечно, времени это занимает побольше. Но, справедливости ради, вы на это потратите время всего один раз и переставлять это не нужно будет постоянно. Так, готово. Ремешок мы вернули на место. Итак, давайте посмотрим, как велосипед будет складываться, какая должна быть последовательность правильная, чтобы его сложить. Для начала, соответственно, вы можете убрать ручку. Перед складыванием для нее будет специальная петелька, куда ее можно будет ставить. Складывается капор. Полностью убираете его назад. Капор достаточно тугой. Убираете капор. Можно поднять эту спинку. Стоит также обратить внимание, что педали нужно будет переставить в само колесо, вот, из положения просто как подножки. Потому что в таком положении педали не дадут вам сложиться велосипеду компактно. Что нужно сделать дальше? Дальше, после того, как вы подняли бампер, убрали капор, нужно убрать перекладину. Вот здесь она убирается кнопочкой. Нажимаете кнопочку, убираете перекладину. Дальше нужно сложить сами колеса вместе. Это делается с кнопочек слева и справа вот здесь. Вместе их нажимаете. И видите, у меня уже спинка сама начинает подниматься. И дальше уже просто тянете. Вот за этот ремешок у вас с велосипед приходит такое положение. Для того, чтобы сложить спинку, мы с вами уже видели, вот здесь находится специальный рычажок. Его переставляете в положение горизонтальное. Видите, спинка сама уже складывается. В итоге, если вы все сделали правильно и соблюли последовательность, получается вот такая конструкция. И, как я уже говорил, для ручки здесь есть специальная петелька, куда ее можно вставить, чтобы не надо было ее носить отдельно. Вот эту петельку и вставляете. Все, готово. Получается вот такая вот компактная и комфортная для переноса конструкция. Итак, давайте посмотрим, как будет выглядеть велосипед в рабочем состоянии. Для этого нужно с вами его собрать. В первую очередь, проще всего поставить ручку, чтобы она вам не мешала. Дальнейшее, собственно, можно поднять спинку, убрав капор. Вставите спинку и вытягиваете за руль. Выставляете колеса, ставите перекладину. Все, велосипед готов к эксплуатации. Но капор достаточно тугой, можно его выставить поровнее. Поднимаете ручку. И получается вот такая вот очень удобная маневренная конструкция. Велосипед на самом деле отличный, очень хорошо сбит, плотненько. И, как я вам уже и говорил, у велосипеда есть функция поворота. Вы можете развернуть сиденье лицом к себе. И ребенок уже будет смотреть на вас. Очень удобная такая, достаточно уникальная функция для такого формата велосипедов. По крайней мере, до этого пока ни у кого из производителей ее не видел. Вам хочу, в свою очередь, пожелать отличного выбора, правильного, всего наилучшего. Велосипед и подробная информация будут по ссылке в описании. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok